МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В принципе, определяют непосредственно всю экономику, все житие, бытие у нас в России и в мире. Но нефть – это исчерпаемый ресурс, а это неисчерпаемый ресурс. От кукурузы зависит молочное животноводство, от кукурузы зависит производство крахмала, бумажно-целинозная промышленность. Наши селекционеры разработали семена зерновых, которые дают более 100 центнеров с гектара. Борису более 140 центнеров с гектарой. Объем российского рынка семян в прошлом году составил 500 миллиардов рублей. Из них более 200 миллиардов – семена иностранной селекции. Самая благополучная обстановка – спроса пшеницей, льном и гречихой. Аграрии сеют только отечественные семена. Овес, горох и ячмень на четверть импортные. Овощи – почти наполовину. Больше всего фермеры зависят от гибридных культур. Свекла – почти вся импортная. Компания «Гибрид СК» выращивает кукурузы в Кабардино-Балкарии. У холдинга 200 гектаров полей и завод. Его купили в 2008 году. Здесь 7 цехов и 114 единиц оборудования. Самое современное – оптоселектор для сортировки зерна. Его скоро установят. 400 тысяч евро само оборудование. Но кроме этого, построить столько же стоит, чтобы установить существующее оборудование, его вклинить не только как схему, а еще через электричество, через компьютер, через электронику. 7 оборудований за 150 миллионов я выкупил. Но кроме этого, я его строю приблизительно за 50 миллионов. Кукуруза – это не только продукт питания. Из нее делают силос – корм для скота на холодное время года. Кукурузный крахмал используют в производстве бумаги. Его добавляют даже в растворы для бурения нефтяных скважин. Потребность страны в семенах кукурузы – 80 тысяч тонн в год. 5 тысяч из них производит «Гибрид СК». В этом году урожай будет чуть меньше. Планируем собрать около 4 тысяч тонн. Мы продаем в мешках только пассивными единицами. Такой мешок от 3 до 4 тысяч рублей – пассивная единица. У иностранцев это от 16 до 20 тысяч. «Гибриды» урожайнее и устойчивее к болезням и вредителям. Но чтобы их вывести, нужно закупить и посеять семена родительских форм. Ежегодно компания тратит на это 40 миллионов рублей. На зарплаты сотрудникам уходит 26 миллионов. Еще 30 – на ядохимикаты, удобрения и гербициды. 15 миллионов – на тальк и полимеры. Из них делают раствор для обработки готовых семян. На газ и электричество – еще 8 миллионов. Но самая большая статья расходов – работы в поле. Чистой прибыли остается до 100 миллионов. В этом получилось 46. «Гибрид СК» строит собственный селекционный центр. Выводить гибриды в мире начали в 90-е. В России селекцию в эти годы почти не финансировали. Поэтому по этим культурам самое большое отставание. Эксперты говорят, больше всего сейчас не хватает кадров. Агрономов, селекционеров, биотехнологов. Нам не хватает приблизительно в России где-то 300 семенных таких вот институтов, а в хорошем смысле слова надо вообще 500 заводов, я бы даже сказал, завод замкнутого цикла. То есть от разработки научной задачи до ее решения и внедрения. У нас, к сожалению, в этом плане связь науки и бизнес иногда обрывается на определенном этапе. И монетизация научной мысли, к сожалению, оставляет желать лучшего. Пшеница – одна из немногих культур, производство которой от импортных семян не зависит. Холдинг «Щелково Аграхим» выращивает более 300 сортов на этих полях в Орловской области. В августе зарегистрировали вид, который установил рекорд. Стал самым урожайным сортом озимой пшеницы в стране. У компании есть также пшеничные поля в Эдегее, Ульяновске, Воронеже, Ставрополе и Оренбурге. Эксперты говорят, именно климат спас российскую пшеницу от конкурентов. Эту культуру, а также гречиху, просо и другие злаки традиционно выращивают в резкоконтинентальном климате. Иностранные семена не смогли к нему адаптироваться. Но позиции глобальных игроков сильны среди тех культур, которые возделывают в более мягких широтах. Например, в центральной полосе. В «Щелково Аграхим» рассказывают, как формируется стоимость тонны зерна. Пахота, обработки, зарплата людей, использование техники. Сейчас стоимость зерна по озимой пшенице где-то в районе 11-10, ну, 12, может быть, тысяч рублей. Да, семена мы сейчас продаем за 25. Где-то процентов от 75 до 100 плюсом идет. Этот завод в Орловской области производит 200 тонн семян в сутки. Фуры приезжают с поля несколько раз в час. Масса, которую они привозят, называется зерновым ворохом. Каждую партию взвешивают и специальными щупами берут часть зерен на пробу. Затем машина высыпает груз в завальную яму. Оттуда по вот таким норием, коридорам для зерна, его подают наверх, на первые сепараторы. Там зерно крутится и очищается от мусора, пыли, частичек травы. И поступает на вторую линию очистки. На этом этапе отделяют фураж. Так называют битые или некачественные зерна. Для муки они не подходят. Для посева тоже не годятся. Затем прошедшее отбор зерно просушивают и отправляют на калибратор. Там зернышки сортируют по форме и размеру. А на пневмостолах еще и по весу. Все это нужно для сеятельных машин. У них есть специальные ячейки, которые настраивают по размерам зерна. Последний этап – упаковка. Готовые семена загружают в биг-беги по одной тонне и увозят на склад. В Щелково-Аграхим говорят, урожай еще не собрали, но он уже почти весь распродан. На сегодняшний день мы уже где-то около 15 тысяч тонн по озимой пшенице. Имеем уже контракты, которые мы должны исполнять. Она же только начинается, поэтому я думаю, еще тысяч 5-7 мы еще получим эти контракты. Я думаю, только по озимой пшенице мы войдем на 20 с лишним тысяч тонн. В основном семеноводы работают с профессиональным рынком. Сбывают семена фермерам. Но в России есть еще одна категория покупателей – дачники. Компания Седек занимает 15% рынка пакетированных семян. Продает сотни миллионов упаковок в год. И выращивает овощи всех видов, цветы и пряные травы. Здесь есть и редкие экземпляры. Например, арбузы и даже артишоки. Но лучше всего продается томат сорта «Барин». Если сравнивать объем, от каких семян больше прибыли, наверное, конечно, это томаты, огурцы и даже перцы. Особенно если это гибриды. По томату «Барин», к примеру, там тысячи продается упаковок для фермеров. Для частного рынка продается где-то, ну, в районе, может быть, 300 тысяч вот так вот упаковок. Один грамм семян томата стоит 50-60 рублей. Помидоры выращивают в теплицах средней площадью 270 квадратных метров. На метр сажают 2-3 куста. Если не считать площадь проходов между грядками, получается, что в такой теплице 500 кустов. На одном растении в среднем 25 плодов. А в одном томате примерно грамм семян. То есть один куст дает 25 граммов. А теплица – 5-7 килограммов. С одного куста можно заработать около тысячи рублей. А с теплицы – примерно полмиллиона. После вычета всех трат у производителя остается 200-250 тысяч прибыли. В доктрине продовольственной безопасности сказано, что страна должна обеспечивать себя семенами на 75%. Сейчас этот показатель меньше половины. Чтобы решить проблему, утвердили Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства. Она рассчитана до 2030 года. Объем бюджетных средств на селекцию только в этом году превысит 8 миллиардов. Нужно, конечно, проектное финансирование. С конкретными целями, задачами, участием государственного капитала, участием частного, акционерного и так далее. Капитал для того, чтобы от рядового гражданина Российской Федерации до крупного бизнеса, до крупного бизнесмена было понятно. Вложить деньги сюда выгодно. Эксперты говорят, селекция станет успешной тогда, когда превратится в бизнес. Но для этого на первом этапе нужно помочь семеноводам, стимулировать фермеров покупать российские семена. До половины трат на это будут субсидировать. В программу уже включили зерновые, картофель, кукурузу, масличные культуры, виноград. А со следующего года добавят овощи. И это будет полезный бизнес-вектор.